В Красноярском крае в городе Дудинка 3 октября прошло 6-е выездное заседание дискуссионного клуба проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия Арктика-2035». В нем приняли участие заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цикалов, глава Таймырского долганоненецкого муниципального района Евгений Вершинин, а также генеральный директор ПАРА Борис Тарасов. Стратегия перед будущим регионам на 13 лет в период – это очень большое значение промежуток времени. Понятно, что лучше определять вместе, потому что эту стратегию председателя будут выбрать всем – и федеральным россиям, и регионам, и органам местного самоуправления. Представители администрации региона, а также общественных организаций и бизнеса обсудили региональное видение стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Разработкой стратегии занимается Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а проектный офис развития Арктики выбран главной экспертной площадкой. Стратегическая сессия продолжила серию мероприятий, которые состоялись в Мурманске, Архангельске, Петрозаводске, Якутске и Санкт-Петербурге. Этой осенью они пройдут во всех регионах Арктической зоны Российской Федерации. Я хочу сказать, что, по-моему, обладает значительным потенциалом, который при привлечении инвестиций может обеспечить значительную основу государственных разнос, а также создать точки роста для развития экономики муниципального района. Участники также познакомились с интерактивной цифровой платформой Arctic2035.ru «Разработанный пора». Каждый интернет-пользователь может принять участие в обсуждении. Для этого нужно заполнить простую форму на сайте и коротко изложить суть идеи. Все обращения проходят модерацию. Эксперты из разных областей будут обсуждать инициативы, разбирать вопросы и готовить предложения к финальному документу. Предложить свою идею по развитию Арктики можно до 10 ноября. В ходе дискуссии представители власти, общественности и бизнеса наметили задачи, которые должна решить стратегия «Арктика-2035». Самыми обсуждаемыми стали вопросы государственной поддержки развития арктического авиатранспорта, реализации масштабных экологических проектов, развития субъектов малого и среднего бизнеса, а также обеспечение социальной защиты и повышение уровня жизни в Арктике. Мы проводим обсуждения о предложении, стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. Мы приглашаем общественников, органы власти, бизнес, для того, чтобы получить как можно больше предложений и обучить их в стратегию. Александр Викторович будет их как-то учитывать. Все озвученные на сессии предложения будут размещены на сайте arctic2035.ru для обсуждения. Следующее заседание прошло в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Салихард 9 октября. Чем больше идей, тем больше тем для обсуждений. Пора решить, как будет развиваться Арктика.